По 425 рублей за квадратный метр, за кубический метр присылает нам уже вот этот хозяйство. Ну я говорю, вы знаете, это все какая-то ерунда непонятная, потому что когда людям принесу в 5 раз большую оплату за мусор, плюс будет не 5,60, а 5,80 квадратного метра капитальный ремонт, 5,80, холодная вода, и потом, сейчас вы знаете, что творится по городу серьезная неразберинка с оплатой за горячую воду, потому что разные управляющие компании с разных дат назначают новые рассерты, эти рассерты они кладут на плечи жильцов. Ну ко мне приходят на прием обычно 600, 90, 600 или 900 рублей там доплачивают, а значит ко мне пришли люди с какими-то совершенно дикими листочками, кто-то значит должен доплатить 10 тысяч, там 12 тысяч, так далее. Ужас на нас не чихай. Нет. Я говорю, 30 тысяч пришло, 10 тысяч побегут. Ну я говорю, что... Революцию надо делать. Походу я, в общем, вы знаете, вот рефрацию, я говорю, что это слово, которое вы предлагаете. Давайте мы наметим выезд на вот эту новую свалку, и посмотрим, что у нас происходит с мусором, куда его, собственно, складим. Потому что если его сейчас продолжают возить в Пехтулина, то тогда с какой стати, значит, с людей уже с предприятий берут 420 рублей за кументы. Если, значит, вот это за управление отходами пока не получило лицензии, то, опять же, с какой стати будут людей брать с 1 января 2016 года, собирается брать уже по 200 рублей за кубический метр. Ну сейчас вот Леша Никитин приедет, потому что мы стараемся как-то, чтобы действовать не порознь, хотя у нас не чинство, естественно, в госсовете, в городском собрании, но мы стараемся координировать наши действия, в частности по мусору. Значит, вот эти действия координировать. Потом, второй момент, что я хотел сказать. Значит, я попросил прийти Павлова. Я говорю, значит, вот вы знаете, что уплотнительные застройки, придите, отчитайтесь. Значит, правда, я пригласил Ладокова. Там сегодня было возмущение на заседании комитета, потому что люди говорят, мы давно уже, значит, не видели Ладокова. Он не ходит, он сам все время присылает. Но, во всяком случае, Павлов, вот этот молодой такой парнишка, он пришел сегодня, вот, и он сказал, я действительно посмотрел, что недавно в печати появилось сообщение о том, что в Чебоксарске новостях, что Игнатьев встречался с Ладоковым, они оба дружно сказали нет уплотнительным застройкам и так далее. Вот сегодня была подготовлена информация, управление архитектурой городской, как раз по уплотнительным застройкам. К сегодняшнему заседанию я взял два экземпляра, один отдам Шакееву Юре, а другой Лешу Никитину отдам. И здесь речь идет как раз о... Да, действительно выступал вот этот Павлов. Он сказал, да, очень тяжелая ситуация сложилась, значит, вот, на вашей улице, значит, на бульваре и на, значит, Ленинского комсомола. И он в этом докладе, значит, упомянул, что мы действительно, значит, вот мы город и прокуратура выступили на стороне жильцов. Но он так решительно заявил, хотя я его спрашиваю, я говорю, слушайте, вы тут решительно говорите, обеспечительные меры сейчас действуют или не действуют. Вы там в судах и так далее. Нет, говорит, обеспечительные меры сейчас действовать перестали. Хотя, вот, пока не перестали. Не до конца. Я и говорю, что вы говорите, они же пока не перестали эти меры действовать. Во всяком случае, вот, тебе, Юра, эту информацию. Теперь продолжает, а это я этому. Теперь, вот, уже идем по ответам, которые я получил в последнее время. Они действительно суетятся достаточно сильно. Из Москвы, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Садово-Кудринское, Самотечное, Департамент градостроительного зонирования и планировки территории Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России поступило обращение депутата с заявлением о конфликте жителей домов, расположенных на Егерском бульваре и улице Ленинского комсомола в городе Чебоксары с коммерческой организацией, застройщиками Алкарстрой по причине осуществления уплотнительной застройки с нарушением норм законодательства о градостроительной деятельности. Причем Павлов, вот сегодня выступая, он сказал, да, проблема такая существует, люди приходят, мы выделяем земельный участок, они обещают построить гаражи, или же они обещают построить комбинат бытового обслуживания, а на самом деле в итоге они по ходу строительства меняют свои планы и начинают строить жилье для продажи и так далее, и так далее. Мы, сказал он, сейчас внесли изменения, оно будет рассматриваться уже в декабре, внесли изменения в устав, где будет сказано, что если по ходу строительства характер строительства меняется, мы хотели строить там, допустим, химчистку, а в итоге начали строить дом, то заново надо будет проходить всю процедуру, надо будет заказывать проект, надо будет проходить публичные слушания, и надо будет проходить заново все согласования. Вот это он сказал. Теперь дальше читаю из Москвы ответственности. На основании части 2 статьи 8.1 градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии с пунктом 5.4.9 положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного в постановлении правительства Российской Федерации, значит, прошу рассмотреть. А, значит, ответ мне пишет... Я сейчас скажу, что за дело. Пишет директор департамента градостроительного кодекса Российской Федерации Гармаш. Он, значит, поручает администрации главы Чувашской Республики, значит, следующий, на основании вот этих документов, прошу рассмотреть прилагаемое обращение кодекса Российской Федерации, а также организовать проверку в указанном обращении на предмет. Первое. Соблюдение органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. Второе. Соблюдение требований, установленных законодательством о градостроительной деятельности. Соблюдение утверждений градостроительной документации, а также требований региональных и местных нормативов.